Всем здравствуйте! Давайте будем начинать. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по чему угодно? Как с проверкой домашек? Потому что будто бы она тормознулась слегка. Не знаете? Вообще лучше писать ассистентам. Если там с ними будут какие-то проблемы с коммуникацией, тогда пишите мне, я поговорю. Хорошо понял, спасибо. Так, сейчас секунду... На гитхаме нет, что ли, сегодняшнего семинара? А, сори, я слепой. Так, бывает. У меня неожиданно выбило интернет. Ну, бывает. Ладно, теперь он восстановился. Так вот, задачи, которые вы можете встретить на дереве, например, на контрольной, они будут именно на теорию. Потому что в реализации там все те же фит-предикты, и там даже все прочее, чем в линейных моделях. Вот, поэтому мы сегодня большую часть времени, ну, хотя как пойдет, будем говорить про теорию построения деревьев, и потом переключимся на практику. Потому что практика, я думаю, мы с ней очень быстро закончим, потому что она очень простая, фит-предикты. Так, 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 ага, вот у меня планшет, все, да, все, все, пишет. Так вот, решающие деревья. Уже не линейная модель. До этого мы смотрели только линейные модели. Линейную регрессию, логистическую регрессию, SVM с линейным ядром. Да, мы заглядывали в SVM с нелинейными ядрами, но в сущности про него мы подробно не говорили. То есть в теории мы пока владеем только вот линейными моделями. Деревья – это первое, где у нас возникают нелинейности. Но с точки зрения интуиции, реализации предсказаний дерева – это очень простая вещь. Значит, у нас есть какая-то… Если у нас уже есть построенное дерево, то оно выглядит как-то так. Есть какие-то условия. Пусть у нас есть выборка x, состоящая из n наблюдений и d признаков, и y – это вектор n на 1. Но давайте, например, решать задачу… Ну, например, задачу классификации. Тогда уже построенное дерево будет выглядеть очень просто. В каждом узле будут некоторые условия на какой-то признак из нашей выборки. Ну, например, какое-то значение… Например, значение признака d1 – это вот первый признак в x – меньше, например, 3. Если да, идем в левую ветку. Если нет, идем в правую ветку. В левой ветке, например, какое-нибудь другое условие. Ну, например, d2 больше либо равен 7. А в правой ветке, например, условие d5 меньше либо равен 8. Ну и так далее. Вот, построенное дерево выглядит как раз вот так. И дальше этих разбедений может быть… Ну, сколько-то? Много. Мы говорим про бинарные деревья. То есть разбедений всегда на каждом шаге два. Ну, в смысле, каждое условие делится на две части. В левой веточке – да, в правой веточке – нет. Вот, но в глубину… Глубина может быть произвольной. В зависимости от того, как выберем. Ну, и в конце концов, когда мы приходим в конец дерева, тут будет какое-то большое количество вот этих прямоугольничков. И вот мы хотим классифицировать новое наблюдение. Там x, new, y, new. То вот мы x, new, который вектор 1 на d, прогоняем через все эти условия. Например, он оказался вот в этом прямоугольничке. И дальше мы делаем предсказание для y, new, используя y с тренировочной выборки, который попал вот в этот квадратик, вот в этот прямоугольничек. На этапе обучения дерева подбираются вот эти условия. Это условия, это условия, это условия и так далее. То есть обучение дерева состоит в том, чтобы найти вот эти правильные разбиения. И само обучение происходит жадным образом. Ну, то есть на каждом шаге подбираются условия с точки зрения оптимальности некоторого критерия на данном конкретном шаге. Тренировочная выборка, соответственно, на обучении. Для нее подбираются вот эти условия. В конечных прямоугольничках оказываются какие-то y. И затем для нового наблюдения, которое проходит весь этот путь по уже построенному дереву, мы делаем предсказание на основе y из тренировочной выборки, которые попали в данный прямоугольничек. Соответственно, если мы решаем задачу классификации, мы предсказываем класс, наиболее популярный в этом прямоугольнике. Наиболее популярный класс. Если это задача регрессии, то уберем какую-нибудь статистику от y в этом прямоугольнике. Ну, скажем, среднее или медиану, или моду, или чего-нибудь еще. Классический вариант, конечно, взять среднее, просто усоединить наблюдение, но все зависит от реализации. Можно поэкспериментировать и брать разные агрегирующие статистики. Там, например, усредняем y. Вот. Значит, на этапе обучения подбираются условия. По ним развивается обучающая выборка. В итоге в конечных прямоугольниках оказываются y из обучающей выборки. И для нового наблюдения x проходит свой путь до нужного прямоугольника. И для y делается предсказание на основе y, которые уже лежат в этом прямоугольнике. Соответственно, конечные прямоугольники мы будем называть листьями. Промежуточные – давайте называть их узлами. Сначала можно называть, например, корни. Так, 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 так. И тут сразу скажу важный момент. Обратите внимание, что в прямоугольниках-узлах стоят условия на иксы, а y вообще никак не участвует. А в конечных прямоугольниках, в листьях, вот тут, здесь содержатся сами y. И финальное предсказание делается на основе y. То есть вот эти условия, которые получаются вот здесь, мы чуть подробнее потом про это поговорим, они зависят только от x. y на них влияет косвенно, как мы это увидим. Но вот здесь стоят условия только на иксы. y вообще никак не участвует. Поэтому по дереву при предсказании спускается только x. А для y условия делается только в самом конце, когда мы попадаем в лист, ну и там делаем на основе y из тренировочной выборки, которые оказались в этом листе. Как обучается дерево? Ну, нужно как-то подбирать эти условия. Подбираются они, минимизируя некоторые критерии неопределенности. Для задачи регрессии критерием неопределенности является дисперсия. Для задачи классификации критерием неопределенности является энтропия. Суть в следующем. Значит, вот пусть мы пришли в очередной узел. Там сверху происходила какая-то история. Мы пришли в очередной узел. Мы работаем с тренировочной выборкой. Вот пусть в этот узел пришла какая-то подвыборка наблюдений. Там x с волной, y с волной из обучающей выборки. Давайте это немножко смешу вниз. Значит, вот x с волной, y с волной пришла в текущий лист из обучающей выборки. Как нам подобрать очередное условие для разбиения? Ну, делается так. Для x, для всех признаков из x, ну пусть в x мы там говорили d признаков, значит, x1 и так далее, xd. Мы там их d1 обозначали, наверное, d1, d2. Ну, неважно. В общем, x1 и xd – это признаки в x. Вот тут в x сколько-то наблюдений. 1, 2 и так далее. И тут, соответственно, значение признаков. Вот приходит такая выборка в очередной узел. Как, соответственно, подбираются условия? Ну, на самом деле, очень просто. Просто берется, и значение каждого признака сравнивается с некоторым порогом. Ну, вот, например, зафиксировали признак x1. Оказалось, что в признаке x1, ну вот, допустим, всего три уникальных наблюдения. Пусть всего три уникальных, ну, уникальных значения, да, уникальных значений наблюдений. Это, например, 1, 2 и 3. Вот пусть так оказалось, что в признаке x1 всего три уникальных значения. Вот, соответственно, просто берутся и перебираются пороги. Первый порог – это порог x1 меньше, например, полутора. Это первый порог-кандидат. Давайте я буду рисовать его красным цветом. Поэтому, если возьмем такой порог, то выбор как-то побьется. Влево отправятся все наблюдения, для которых это условие верно. Вправо отправятся все наблюдения, для которых это условие неверно. И затем будет рассчитан некоторый критерий информативности, про который мы чуть позже поговорим. Почитали значение этого критерия информативности, зафиксировали для данного порога. Потом берем, считаем для порога x1, например, меньше, чем 2,5. Понятно, что здесь можно брать любые числа для этого порога, например, от двойки до тройки, но можно подставлять любое число, например, 2,5. Вот, подбирается такой порог, снова смотрится разбиение, которое получится. Снова записывается критерий информативности. Значит, вот, ну да, тут всего два значения. Получается пороги раз и порог два. И дальше вот эти значения критериев информативности фиксируются. И дальше алгоритм проходится по всем признакам, по всем D-признакам и проводит ту же самую процедуру. Ну, то есть сравнивает значение каждого признака с каждым порогом, со всеми возможными порогами и считает значение критериев информативности. И дальше выбирает то разбиение, которое дает, ну, наибольший прирост критерий информативности. Дальше вот такая процедура по всем значениям всех признаков. Вот, ну и, соответственно, выбираем то, которое дает, ну, либо наибольшее уменьшение неопределенности, либо наибольшее увеличение информативности. Мы сейчас увидим, что это одно и то же. Значит, либо определенность самая низкая, либо неопределенность самая низкая, либо информативность самая высокая. Вот. То есть просто перебираются все возможные пороги на все признаки, тестируются разбиения, считается некоторая функция. И дальше, соответственно, выбирается то разбиение, для которого значение этой функции, ну, там, либо наибольшее, либо наименьшее, в зависимости от того, что считаем, неопределенность или информативность. Теперь поподробнее про критерии информативности, ну, или неопределенности. Значит, для задачи регрессии, как мы сказали, это дисперсия. Ну, то есть, например, вот мы подбираем очередной порог. Значит, и тестируем, например, там, ну, пусть в узел попала выборка x с волной, y с волной. Вот. Соответственно, что мы делаем? Мы считаем дисперсию в узле, и дисперсию мы считаем по y. Значит, дисперсию y вот в данном узле посчитали. Затем тестируем какое-нибудь разбиение, разбиение кандидат. И смотрим дисперсии, которые получаются при таком разбиении, но вот в новых узлах. Значит, читаем здесь дисперсию. Давайте пусть сюда попадает подвыборка x1, y1, а сюда подвыборка x2, y2. Вот здесь, соответственно, считаем дисперсию y1, здесь считаем дисперсию y2. И вот дальше мы хотим, чтобы при разбиении неопределенность стала меньше, то есть чтобы дисперсия уменьшилась. То есть в случае задачи регрессии мы возьмем то разбиение, для которого, соответственно, разность между дисперсией y с волной и суммой дисперсии y1 и y2 будет наибольшей. Вот такой критерий неопределенности для задачи регрессии. Считаем в очередном узле по выборке, которая туда пришла, дисперсию целевой переменной. Дальше тестируем очередное разбиение, считаем дисперсии в полученных подвыборках, и берем то разбиение, которое дает наибольшее уменьшение дисперсии. В случае задачи классификации используется энтропия. Про энтропию стоит поговорить побольше, потому что она такая более, я бы сказал, интерпретируемая величина. Вообще говоря, энтропия – это универсальная физическая величина, которую вы можете встретить во многих дисциплинах. Там она в физике есть, в теории информации есть, в теории кодирования есть и много где еще есть. По сути, есть в любой науке, которая работает так или иначе с системами. Энтропия показывает меру неопределенности системы, если так интуитивно говорить, то это мера неопределенности системы. Чем более система не определена, в том смысле, что мы до проведения эксперимента заранее не знаем его результат, его возможный результат. Чем больше мы не уверены в потенциальном результате эксперимента, тем более система не определена, и тем выше энтропия. Например, с подбрасыванием монетки. Пусть у меня есть эксперимент, я один раз подбрасываю монетку, и пусть у монетки вероятность выпадения орла в первом случае равна единице. Если вероятность выпадения орла в единичном подбрасывании монетки равна единице, мы до проведения эксперимента полностью знаем его результат. Мы знаем, что выпадет орел. Поэтому система полностью определена. То есть энтропия в данном случае будет равна нулю. А вот если вероятность выпадения орла равна 1,2, то мы до проведения эксперимента не знаем, каков будет его результат. Может равновероятно выпасть как орел, так и решка. Соответственно, нам нужно провести эксперимент, чтобы получить информацию о том, что выпадет. Информацию о системе. Поэтому здесь энтропия будет какая-то большая. Мы пока в формулу не входили, но какая-то, пока интуитивно какая-то большая энтропия будет. Вообще говоря, у энтропии, то, что мне всегда очень нравится, есть двоякое определение. Это не только мера неопределенности системы, но еще и мера количества информации, которая сообщает нам эксперимент. То есть, с одной стороны, это мера неопределенности, а с другой стороны, это мера информативности. Но вот если рассматривать на этом примере с монеткой, то вот давайте я напишу количество информации, которое нам дает эксперимент. Я не буду определять строго, что такое количество информации, потому что количество информации определяется через энтропию. Тут такая змея, кусающая себя за хвост. Но вот в таком бытовом смысле количество информации, но просто количество сведений, которое нам принесет эксперимент. Если вероятность упадения орла единица, то если мы проведем эксперимент, подбросим монетку, то мы не получим никакую информацию. Количество информации будет равно нулю, потому что мы и так заранее знали о том, как закончится эксперимент. То есть вероятность упадения орла равна единице. Если мы проведем второй эксперимент, ну, количество информации мы получим какое-то большое. Опять же, не в терминах формул, но пока в таком бытовом смысле большое. Ну, потому что мы заранее до проведения эксперимента не знали, выпадет орел или решка. Если выпал орел, ну, мы получили какое-то большое количество информации. Если выпал орешка, мы тоже получили какую-то информацию от проведения эксперимента. Поэтому, с одной стороны, энтропия – это мера неопределенности, с другой стороны, это мера количества информации, которую мы получаем по системе после проведения эксперимента. Тут интересный факт, что есть одна из теорий гибели Вселенной, когда полностью испарятся даже черные дыры, и частицы распространятся равновероятно во всей точке, в каждой точке пространства, в каждую точку пространства. То есть все частицы будут в неподвижном состоянии. Если мы возьмем любую точку пространства, то вероятность в этой частице будет одинаковая для всех частиц и для всех точек пространства. Такой системой будет бесконечная энтропия. Соответственно, она будет в полном состоянии неопределенности, потому что мы не можем заранее сказать, какую именно частицу мы выберем. Они все равновероятны. Все их позиции равновероятны. Значит, если записывать с точки зрения формул, то энтропия в каноничном случае, давайте сначала рассмотрим каноничный случай, каноничный, считается так. Обозначается буковкой H. Дальше пишется величина, у которой мы считаем энтропию, например, от Y. И эта сумма по всем значениям распределения Y, давайте напишу от K от 1 до… Нет, давайте напишу по I от 1 до K. Соответственно, вероятность очередного значения Y на логарифм по основанию 1,2 от этой вероятности. То есть в каноничном случае энтропия определяется для дискретных распределений. Давайте я тут напишу для дискретных. Это очень важно. Чуть позже мы узнаем, зачем и почему. Но вот в каноничном случае энтропия определяется для дискретных распределений. Так как мы с энтропией работаем с задачей классификации, то мы всегда будем работать с энтропией только в таком виде. Потому что у нас Y всегда дискретные. Они всегда принимают только определенное количество значений. Ну, то есть вот если у нас есть Y, который принимает какие-то значения Y1, Y2, Y3 с вероятностями P1, P2, P3, то энтропия Y – это просто P1 на логарифм по основанию 1,2 от P1 плюс P2 на логарифм по основанию 1,2 от P2 Ну и плюс P3 на логарифм по основанию 1,2 от P3 Значит, вот это каноничное определение энтропии. У него есть некоторые хорошие свойства. Свойство 1. У этого определения энтропии есть некоторая интуитивная теоретика, вероятностная интерпретация, про которую я говорить не буду, потому что она немножко долгая. Но вот эта интерпретация позволяет показать, что энтропия всегда не отрицательна. Если мы определяем энтропию, как написано выше, то она всегда не отрицательная. Соответственно, если у вас в расчетах, в реализации деревьев получилось, что энтропия в каком-то узле отрицательная, значит, что-то пошло не так, и нужно где-то посмотреть, нет ли где-то ошибки. Во-вторых, энтропия – это, как мы сказали, некоторая физическая величина, поэтому она имеет единицы измерения. Если определять энтропию так, как мы определили ее выше, сумма по всеми pi, log pi и логарифм по основанию 1, 2, то вот такая величина будет измеряться в битах. И третье – основание логарифма можно выбирать каким угодно, каким вам больше нравится. В зависимости от распределений, может быть удобно брать другие основания логарифмом. Единственное, что нужно учитывать – это смена знака при смене основания. То есть если мы возьмем основание больше единицы для логарифма, то перед энтропией нужно будет поставить знак «минус», потому что там за кадром совершится логарифмический переход. И другое популярное определение энтропии – это минус сумма по всем i от единицы до k, pk на натуральный логарифм pk. И вот такая штука уже измеряется в НАТОх. НАТО – это тоже такие единицы измерения. Если мы энтропию записываем в терминах натурального логарифма, то нужно ставить знак «минус», и энтропия будет сменяться в НАТОх. А мне и в индексе. Да, спасибо, и в индексе. Ну и, соответственно, если вы берете любое другое основание логарифма, там логарифм по основанию 3, например, могут быть такие ситуации, например, по каким-то вычислительным соображениям, что логарифм с некоторыми основаниями данной задачи может быть легче вычислять, чем с другими, то вот главное помнить о смене знака. А дальше есть хорошие свойства, что если мы берем основание 1, 2, то будут биты единицы измерения, если основание е, то НАТО. Но давайте, например, вернемся к примеру с монеткой. Вообще говоря, если рассматривать энтропию как функцию и определять ее в таком вот общем виде, то эта функция сверху неограничена. То есть снизу она будет ограничена нулем, а сверху она может быть какой угодно. Ну, собственно, в этом и кроется интуиция того, что гибель Вселенной достигается при достижении бесконечной энтропии. Но некоторые подвиды энтропии, некоторые частные случаи энтропии ведут себя более хорошо и являются ограниченными функциями. Ну, например, бинарная энтропия, с которой мы сталкиваемся при решении задачи классификации с двумя классами. Энтропия. Значит, у нас всего две вероятности, соответственно, у Y. Y может принимать, например, единицу с вероятностью P и нолик с вероятностью 1-P. И в этом случае энтропия будет просто P на логарифт по основанию 1-2-P плюс 1-P на логарифт по основанию 1-2-1-P. Вот тут я это явно не проговаривал, но обращу внимание. Заметьте, что энтропия не зависит от значения Y, а только от вероятности, только от его распределения. Вот 0 и 1 здесь вот в этих формулах вообще никак не участвуют. И в произвольном случае, вот в этом, 0 и 1, ну и другие значения Y тоже в формуле никак не участвуют. Участвуют только в вероятности. Энтропия рассчитывается только на основе распределения, а сами значения Y никак не участвуют. Вот, значит, бинарная энтропия выглядит вот так. Ну и если этого товарища рисовать, значит, P против H от Y, то это будет вот такая функция, соответственно, с нулями. Ну, если там правильно все доопределить, то вот, соответственно, с нулями при P равном нулю и при P равном единице и с максимумом в точке 1, 2. Что непосредственно демонстрирует, как бы доказывает интуицию нашего примера с монеткой. Если у нас, мы уверены, что вероятность выпадения орла 0 или 1, то система полностью определена, и, соответственно, энтропия будет равна нулю. А если P 1, 2, то есть мы заранее абсолютно не уверены, что выпадет орел или решка, то энтропия максимальная. Ну и дальше тут можно подставить значения и посчитать, что получится здесь или в любой другой точке. Вот, но еще раз, это верно только для бинарной энтропии и, возможно, некоторых других видов энтропии, да, видов энтропии, но в общем случае энтропия – неограниченная функция, и там может получаться что угодно в зависимости от распределения Y. Так, все ли мы сказали про бинарную энтропию и про энтропию в целом? Кажется, что да. Мы потом на примере это все посчитаем на цифрах, поэтому не переживайте, если пока какие-то именно практические моменты непонятны. Так, да, значит, это был каноничный случай в дискретном случае. Теперь такое небольшое отступление, с которым мы никогда не будем сталкиваться, но без него рассказ будет неполным. Энтропию можно считать также в непрерывном случае. А давайте даже два отступления. Значит, отступление один. Энтропию можно считать в непрерывном случае, но это будет у нас непрерывная энтропия, которая определяется как, значит, интеграл функция плотности y. Давайте я так это напишу. На логарифт по основанию 1, 2 от функции плотности y. Значит, dy. И интеграл берется по… Ну, я давайте напишу support y по области определения y. Хотя давайте я вместо субборта прямо око напишу. Ну, в общем, берется по всей области определения y вот такой интеграл. Обобщение понятно. Вместо функции вероятности просто подставляются функции плотности. Непрерывная энтропия гораздо более плохо интерпретируема с точки зрения какой-то простой теоретико-вероятностной интуиции, поэтому у нее теряются некоторые свойства. Ну, например, вот в непрерывном случае энтропия может получаться меньше нуля. Вот h от y, если y – это непрерывная величина, вполне может быть меньше нуля. Там, например, для… Ох, сейчас бы не обмануть. Для некоторых стандартных распределений, даже если посчитать энтропию, у меня почему-то вылетело из головы для каких, но вот если посчитать энтропию, она получается меньше нуля. Так что это вполне нормальная ситуация вот в таком непрерывном случае. Если, например, где-то в курсовой работе вам предстоит работать с энтропией, у вас она получается меньше нуля для непрерывной переменной, это нормально, такое бывает. Но для дискретной она всегда должна быть больше либо равна нулю. И отступление 2 – это кросс-энтропия. Когда говорили про логистическую регрессию, мы такие слова упоминали. И когда про многоклассовую классификацию говорили, тоже вот это название упоминали. Ну, кросс-энтропия, как по названию можно догадаться, это, скорее всего, очень величина похожая на энтропию, но только затрагивающая несколько распределений. Кросс-энтропия обозначается как CE, кросс-энтропия, и она считается из какого-то распределения в какое-то другое. Ну, то есть пусть есть распределение P и какое-то другое распределение Q. Обозначается кросс-энтропия вот таким образом, из P в Q. Вот эти две палочки означают, что мы считаем из P в Q. Ну, и определяется она, соответственно, как сумма по всем I, P и T на логарифм по основанию 1, 2, Q и того. Вот, то есть под логарифмом стоит не распределение P, а то распределение V, которое мы считаем кросс-энтропию. Кросс-энтропия может быть… Как это? Кросс-энтропия не является симметричной. Вот. То есть кросс-энтропия из Q в P, которая определяется как сумма по всеми Q и T на логарифм по основанию 1, 2, по Итого, в общем случае не равна, потому что, как мы считаем, кросс-энтропию из P в Q. Да, 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 да. Да, то есть эта функция не является симметричной. Но… А, нет, все нормально, да, не является симметричной. Тут еще нужно сказать. А, да, все, соответственно, свойства энтропии… Нет, да, 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 все свойства энтропии здесь выполняются. Ну, то есть в непрерывном случае кросс-энтропия также пообщается через интегралы. А, ну да, оно, собственно, одно. В непрерывном случае кросс-энтропия также пообщается через интегралы. И здесь заметим, что мы записали формулы для двух распределений с одинаковыми значениями. То есть вот эта формула сработает, если, например, у нас есть распределение вероятностей P. Сейчас, чтобы не забудется записать. Вот пусть есть переменная Y, принимающая значение, там, например, 1, 2, 3. И вероятности Y. P1, P2, P3. Есть величина X. Она принимает какие-то другие значения, например… Нет, те же самые значения, те же самые значения 1, 2, 3. Да, те же самые значения 1, 2, 3, но с другими вероятностями. Q1, Q2, Q3. Эти формулы, которые мы тут записали, они сработают только для такого случая, когда Y и X принимают одинаковые значения, просто с разными вероятностями. Естественно, такие ситуации возникают далеко не всегда, и в случае непрерывных распределений могут возникать еще более интересные ситуации, но кросс-энтропия обобщается на случай, когда области значений для переменных, для которых мы считаем кросс-энтропию, для распределений которых мы считаем кросс-энтропию, не совпадают. То есть кросс-энтропия нормально обобщается, если у нас разные области значений. Как это делать, мы обсуждать не будем, потому что это немножко сложно и детально, но в общем обобщение есть. Ну и последнее, что здесь нужно сказать в этом отступлении, что можно показать и доказать это как теорему даже, что кросс-энтропия из P в Q всегда больше либо равна, чем энтропия… Ну давайте напишу энтропия P, в смысле энтропия от величины, распределение которой это P. Вот, это верно в любом случае, как в дискретном, так и в непрерывном. Верно, и в дискретном, и в непрерывном. Давайте попробуем сделать пример, и потом, если есть вопросы, обсудим. Значит, мы будем работать с дискретной энтропией, все по-простому, чтобы тут в теорию далеко не уходить, потому что у нас задача классификации, и у дискретные, поэтому нам непрерывные энтропии и кросс-энтропия будут не нужны. А, про кросс-энтропию еще вот что забыл сказать, что если вы посмотрите теперь на функцию потерь в тачо-логистической регрессии, там будет стоять ровно вот такое выражение. Только вместо P, ну вот в этой записи вместо P, там будут предсказанные вероятности классов, а вместо Q будут стоять истинные вероятности классов. Вот, и так там считается ровно по вот этой формуле, но за исключением того, что там может стоять еще минус, потому что там берется натуральный логарифм обычно, логистическая регрессия. Вот, но вот там ровно такая функция. Значит, пример. Сразу сходу в деревьях. Вот, давайте такой пример. Пусть у нас, значит, есть выборка X1, ну, выборка X из двух признаков, X1, X2 и Y. И давайте возьмем какие-нибудь, ну, например, 4 разбиения, вернее, 4 наблюдения. Значит, X это 1, 2, 3, 4, X2, ну, например, 5, 6, 7, 8, а Y, ну, например, 1, 2, 1, 2. Вот, и мы хотим построить решающее дерево вот на такой выборке. Давайте я частично покажу, как это делать, потому что как раз вот такая задача может быть, ну, например, в контрольной, я знаю, что в прошлые годы она была. Вообще, если делать это дело по-хорошему, то нужно делать по той стратегии, которую мы там описали выше. Ну, то есть просто перебирать все возможные пороги для всех признаков и считать критерии. Но в контрольной там обычно возникают удобные наблюдения, типа, заметим, что для этих наблюдений, например, энтропия всегда будет меньше, чем там для всех остальных, поэтому можно не рассматривать большее количество наблюдений. Но здесь у нас каких-то таких, здесь произвольная выборка, неудачно подобранная, поэтому здесь мы прямо проработаем алгоритмы. Значит, вот мы начинаем строить дерево. Нам нужно определить разбиение для узловой вершины. Этим мы занимаемся. У нас задача классификации. Давайте на три класса, чтобы усложнить себе задачу. Ну, и мы перебираем, соответственно, разбиение по всем признакам. Первое разбиение, которое мы тестируем, это, значит, первым делом х1 меньше, чем 1,5. То есть проводим грань вот здесь. Если разбить как х1 меньше, чем 1,5, то в левую подветку у нас попадет выборка 1,5,1. В правую подвыборку попадет выборка 2,3,4,6,7,8,2,1,3. Теперь нужно посчитать критерии информативности, ну, либо критерии неопределенности. Мы говорим, что в случае задачи классификации используется энтропия. Да, я не сказал, что в классификации также может использоваться индекс Gini, который считается как энтропия, только вместо логарифма используется 1 минус p. Я не помню, как он обозначается, но я обозначил его буквой g. g, вернее. И он считается как сумма по всем и pk на 1 минус pk. И он считается как сумма по всем и pk на 1 минус pk. Для бинарной классификации. Да, ведь получается. Кстати, хороший вопрос. Что-то мне не приходит в голову интуиция на ту тему. Для всех ли задач, он так считается, ли только для бинарной классификации. В общем, это пока под вопросом. Но вот индекс Gini примерно такая формула. Конкретную формулу я потом напишу или мы ее загуглим. Это другая метрика, которую можно использовать в качестве критерия неопределенности в задаче классификации. Но мы потестируем с энтропией, потому что энтропия вроде как более интерпретируемая и достаточно легко считается. Так вот, значит, мы выбираем разбиение. Первым делом нужно посчитать разбиение, вернее, критерии неопределенности в корневой вершине. Значит, давайте я обозначу эту вершину как k. Я считаю энтропию в корневой вершине. Значит, это по определению сумма по всем и от единицы до трех, потому что y принимает всего три значения. Вероятности y на логарифт по основанию 1, 2 вероятности y. Ну, давайте построим распределение для y в корневой вершине. Извините, у нас тут типа три класса, что ли, получается? Да, у нас всего три класса, как 1, 2 и 3. Значит, y у нас может принимать значения только 1, 2 и 3. И в корневой вершине значения вероятности для y такие. Ну, мы просто берем и оцениваем их как доли. Тут никакой сложной математики нет, просто по доле оцениваем вероятности. Значит, единица может быть с вероятностью 1, 2. 1, 2, 2 с вероятностью 1, 4 и 3 с вероятностью 1, 4. Вот. Ну и все. Вероятности есть, значит, энтропию в корне посчитать можем. Это получается 1, 2 на логарифт по основанию 1, 2 от 1, 2 плюс 1, 4 на логарифт по основанию 1, 2 от 1, 4. Но давайте я полностью эту сумму распишу на первый раз, просто чтобы соответствие было, чтобы вы потом не запутались, куда пропадают или не пропадают слагаемые. Вот у нас получается три класса, соответственно, будет три слагаемых. Соответственно, тут дальше это нужно посчитать. Мы это досчитывать не будем, но получается какое-то число hk. Это энтропия в корне. Теперь тестируем разбиение. Значит, х1 меньше, чем 1,5. Нам нужно посчитать, соответственно, энтропию в левом листе и в правом листе. Ну, неправильно говорить, наверное, в листе, в левом узле и в правом узле, потому что мы еще не знаем, станут ли эти узлы листовыми. Давайте вот этот узел обозначим как HL. Ну, энтропию, которую мы посчитаем в нем, обозначим как HL. А вот энтропию, которую мы посчитаем в правом узле, обозначим как HR. Тогда, ну, энтропия HL, она очевидна. Здесь у нас всего лишь один класс. Y принимает всего значения. Соответственно, энтропия будет равна нулю. Можно понять это интуитивно, просто потому что у нас, если у нас всего лишь один класс, то у нас вообще нет никакой неопределенности. Все Y, распределение Y абсолютно определено с вероятностью на вот этом классе, с вероятностью равном единице на вот этом классе. Но если неинтуитивно, то можно взять, посчитать по формуле. У нас тогда будет HL – это, значит, единица на логарифм по основанию 1, 2 от единицы, что тоже равно нулю. Если бы у нас было, соответственно, больше наблюдений в левом листе, но все бы они были класса 1, то ничего бы не поменялось. У нас бы в сумме было просто все еще одно слагаемое вот такое. В правом листе уже посложнее. Здесь нужно снова выписать распределение Y и посчитать. Значит, давайте это отдельно как-нибудь вот так напишу. Правый лист. Распределение Y в правом листе у нас получается 1, 2, 3. Значит, и все равновероятны по 1, 3. Ну и, соответственно, энтропия в правом листе у нас будет 1, 3 на логарифм по основанию 1, 2 от 1, 3. Ну и я сразу напишу умножить на 3. Три одинаковых слагаемых. Вот тут получится просто логарифм по основанию 1, 2 от 1, 3. Ну и все. И дальше обычно делают так. Критерии информативности в терминах энтропии формулируют следующим образом. Нам нужно, чтобы разность между HK и HL и суммы HL и HR, нормированных на количество наблюдений в каждом листе, была наименьшей. Ну то есть что мы делаем? Мы вычитаем HL, энтропию в левом листе, вычитаем HR, энтропию в правом листе, но обычно их еще взвешивают на число наблюдений, чтобы все было более-менее честно. Чтобы там не сложилось так, что где-то энтропия перевешивает только потому, что в этом узле одно наблюдение. Вот, то есть обычно здесь еще нормируют на число наблюдений, попавших в лист в числу наблюдений из исходного узла. В данном случае это будет 1 четвертая, потому что в исходном узле в начальном было 4 наблюдения, в левый лист попало одно. И 3 четвертых для HR, потому что было 4 наблюдения, в правый лист попало 3. Вот, и просто в числах считают такую величину. Но мы это считать не будем, но вот тут чего-то получилось. Все, взяли и зафиксировали вот это чего-то. И дальше упорно и старательно проходимся по всем возможным разбиениям. Ну, то есть если бы мы строили реальное дерево, то дальше мы бы просто сделали x1 меньше, чем сколько получается, 2,5. У нас бы в левый лист попала выборка, значит, 1,2,5,6,1,2. В правый лист попала бы выборка 3,4,7,8,1,3. И мы бы взяли и точно так же посчитали энтропию в левом листе, посчитали энтропию в правом листе. И пронормировали бы их на количество наблюдений, на 2,4 и 2,4. HR, соответственно, считается один раз для данного узла, нам бы его пересчитывать не пришлось. Ну и все. И дальше мы так прошли для всех возможных разбиений. То есть посмотрели бы вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Почитали бы энтропию в каждом случае, ну вернее вот этот критерий в каждом случае, и выбрали бы то разбиение, которое дает наибольшую величину вот этого критерия. В данном случае энтропия слушает критерием неопределенности. Мы хотим, чтобы неопределенность была меньше всего, то есть чтобы вот такая вот величина, которую обычно называют информационным критерием или критерием определенности, была наибольшей. Соответственно, выбираем то разбиение, где вот эта разность будет наибольшей. И в случае задачи регрессии схема точно такая же, только мы считаем не энтропию по у, а дисперсию по у. То есть мы все еще бы так же сначала взяли, посчитали, ну только уже не ашка, а дисперсию у, записали бы, потом посмотрели разбиение, посчитали бы дисперсии в левом и в правом листе, пронормировали количество наблюдений, считали информационные критерии. Так бы проделали для всех наблюдений, для всех вариантов разбиений для икса. Так, так-так-так, что-то важное нужно было сказать, сейчас я вспомню. Нет, вроде все сказали. Есть ли какие-нибудь вопросы вот по вот этому всему? Да, вопрос на уточнение. Вы сказали, что мы будем смотреть разбиение по х1 отдельно и по х2 отдельно тоже. Не будет ли это почти то же самое, например, если мы зададим х1 меньше полутора и х2 меньше шести с половиной, да, пяти с половиной? Ну, на данной выборке будет, да, но в произвольном случае нет. Когда у нас много признаков, там разные значения, это у меня здесь они просто все упорядочены по возрастанию, и еще и х2 продолжает х1, но в произвольном случае нет. В произвольном случае там будут разные значения х, поэтому перебрать нужно будет все. Ага, ну просто здесь так специфично получилось, что это будет то же самое, здесь это не надо рассматривать. Ну, да, да, да. Вот это, кстати, хороший пример, что в данном специфичном случае разбиения по х2 будут дублировать разбиения по х1, поэтому их можно не рассматривать. Да, хороший момент. Да, спасибо. А еще у меня был вопрос про теме обсуждения непрерывной энтропии. Вы сказали, что она там может быть меньше нуля, а за счет чего? Почему так получается? Может, просто упустил момент? Сейчас, секунду. Вот. Ну, потому что здесь считается некоторое амотожидание вот такой величины. Амотожидание такой величины в целом может быть отрицательным. Для некоторых распределений так получается. А, окей, да, я поняла. Спасибо. Вот. Когда мы в самом конце строили дерево, нельзя ли это делать визуально? Типа. Если у нас два признака, просто нарисовать точки на плоскость, и потом как-то глазами это увидеть? Ну, в простых случаях, когда у нас мало точек, это можно сделать. Да. И мы, наверное, сейчас это даже сделаем. Но в сложных случаях автоматизировать это не получится. В том плане, что если мы, как люди, пытаемся построить дерево и нарисовать его от руки, у нас маленькая выборка. И нас не просят прямо посчитать энтропию или дисперсию, то так можно сделать. Но с точки зрения реализации на компьютере, вот расчет энтропии или дисперсии, он более быстрый, чем вот подбирать такие линии, которые бы как-то поделили плоскость на больших выборках. Понял. Я просто скорее это было, если такая задача неконтрольная будет, чтобы не считать очень много руками. Но там, скорее всего, придется считать. Там вот, не знаю, почему-то традиционно там задачи именно на расчеты, но на такие хитрые расчеты в том плане, что там нужно заметить какую-то вещь. Если ее заметить, то можно много чего не считать. Вот. А, я вспомнил, что я хотел сказать, что в задаче регрессии вместо дисперсии можно использовать МСЕ, уменьшение МСЕ. А, нет, это будет одно и то же в данном случае, потому что где-то такие, да-да-да, нет, это одно и то же. Дисперсию. Все, нормально. Если мы видим МСЕ, это означает, что мы просто считаем МСЕ между игреком и его средним, но это одно и то же, что дисперсия. Все, да, тут все нормально. Так, 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 так. Про энтропию сказали все, про дисперсию тоже все сказали. А, да, вот самый последний важный момент. Про то, что я уже говорил в начале, но вот здесь теперь это напрямую видно. Заметьте, что разбиение мы подбираем по X. Вот когда мы здесь пишем, тестируем все возможные разбиения, вот первое разбиение протестировали, там второе, третье и так далее, игрек вообще никак не участвует. То есть вот этот столбец при подборе разбиений вообще никак не участвует, только иксы. Вот это очень важно осознать, вот именно, как это, понятие осознать это. Потому что в этом очень часто путаются. Разбиение происходит только по X, игрек вообще никак не участвует. Но дальше критерии считаются по игреку, и иксы никак не участвуют. Вот обратите внимание, что мы вот зафиксировали какое-то разбиение, и игрек вообще никак не участвовал. А потом все критерии мы считаем по игрекам. И более того, критерии, ну вот, с точки зрения антропии, например, критерии не зависят даже от самих значений Y, а только от вероятности. Ну, в дисперсии там будут сами значения Y. Но вот когда мы считаем критерии, в критериях иксы не участвуют. Вот, то есть тут такая как бы двухступенчатая схема с обменом. Сначала подбираем X, фиксируем его, и затем на X вообще не смотрим, считаем только по Y критерии. Потом снова Y никак не участвует, смотрим другое разбиение по X, читаем критерии по Y и так далее. Так, ну вот, собственно, так и обучаются деревья, минимизируя кросс-энтропию, либо дисперсию. Подбираются вот эти вот пороги. У нас получается дерево. В листах у него получаются Y из тренировочной выборки. Ну и дальше мы делаем предсказания для нового наблюдения, просто агрегируя или беря моду в случае задачи классификации или задачи регрессии для нового наблюдения. Кстати, про рисование на плоскости давайте, наверное, для экономии времени. Хотя нет, нормально, нарисуем. Вот эту задачу, потому что она маленькая, потому что здесь важно увидеть один момент, который тоже часто упускается, но на это даже спрашивают на различных собеседованиях, потому что это такой ключевой момент построения деревьев. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, потому что если этот момент как-то не осознать, то не будет полного понимания модели дерева. Значит, вот X1, X2. А, только давайте теперь выборку сделаем попроще, чтобы было проще делить 1, 0, 2, 2. Вот какую-нибудь такую. Значит, точки у нас 1, 5. Какие большие числа написал. Ну ладно. Конечно, с масштабом будет беда, но не страшно. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Значит, вот наши точки 1, 5, 2, 6, 3, 7 и 4, 8. Но на масштаб давайте не обращать внимания, потому что это тут не главное. Значит, вот мы подбираем разбиение. Если мы хотим минимизировать энтропию, ну вот, давайте я подумаю, как это лучше сделать. А, ну ладно, неважно. На первом шаге у нас получатся одинаковые энтропии для отделения. Нет, не одинаковые. Значит, мы можем отделить вот так, и мы отделим единицу от всех остальных. Мы можем отделить вот так, и мы отделим двойку от всех остальных. И мы можем отделить ноль от всех остальных. А, ну да, тут энтропии все равно получатся одинаковые. Ну хорошо, поэтому можно выбрать любое из этих трех разбиений. Давайте возьмем, отделим единицу, первую точку, от остальных точек. Значит, вот эту точку мы отделяем. Значит, мы строим условия, ну, например, х1 меньше, чем полтора. Вот х1 меньше, чем полтора, означает, что мы проводим вот такую прямую, х1 равная полтора. И вот все, что находится левее нее, мы предсказываем как класс 1 по у. А дальше, соответственно, разбиение понятно. Дальше, например, ну вот здесь у меня опять выборка не очень хорошая, хотелось бы поделить по горизонтали, ну, неважно. На втором шаге произойдет разбиение, ну, например, х. А, ну хотя, давайте нормально, нормально. Давайте поделим, как х2 меньше, чем 7,5. Это первое разбиение, будет это второе. Да, тогда вообще супер получится, то, что я хочу показать. х2 меньше, чем 7,5. 6,5. 6,5. Вот так, то есть. Значит, х2 меньше, чем 6,5 у нас будет вот эта область. И здесь мы предсказываем 0. Все цвета перемешались. Ну, ладно. А для х2 больше, чем 6,5 мы будем предсказывать двойку. Это, соответственно, вот эти наблюдения. Что здесь важно сказать? Обратите внимание, что линии при построении дерева всегда будут параллельны осям. Линии разбиений. Ну, просто по построению математически. Когда мы накладываем вот такие условия, мы фиксируем всего лишь один признак. Соответственно, геометрически это означает, что мы проводим в пространстве признаков прямую, параллельную другому признаку. Поэтому решающие поверхности для деревьев всегда будут параллельны осям. Они всегда будут в виде вот таких вот прямоугольничков, образованных линиями, которые перпендикулярны осям. Соответственно, если вы видите решающую поверхность, в которой линии не параллельны осям, ну, то есть, например, в той же контрольной или где-нибудь еще, вот это любят спрашивать в разных местах, может быть какая-то решающая поверхность, которая выглядит как-нибудь вот так. Вот тут какой-то класс 1, тут какой-то класс 2, тут какой-то класс 3, а все остальное это класс 4. Вот, и ставится вопрос, может ли данная решающая поверхность быть построена для решающего дерева, для единичного решающего дерева. Соответственно, ответ сразу нет, потому что для решающих деревьев все разделительные линии будут всегда перпендикулярны осям. А здесь у нас есть линия, которая осям не перпендикулярна, следовательно, эта решающая поверхность построена не для решающего дерева, а для какой-то другой модели, ну, или, возможно, для какого-то хитрого ансамбля моделей. Но точно не для одного решающего дерева. Вот такие вещи любят давать несколько картинок с решающими поверхностями и дальше просить соединить модель и вид решающей поверхности. Но вот для деревьев есть четкий признак, что для одного решающего дерева всегда линии перпендикулярны осям. Есть ли вопросы по этому? Хорошо. Ну все, с теорией мы закончили. Теперь практика. Практика, как мы сказали вначале, простая, поэтому мы ее сейчас быстро сделаем. Так. Ага. Ну вот здесь хорошая картинка, которая еще раз демонстрирует, что линии для решающего дерева всегда перпендикулярны осям. Иначе это будет не дерево. Так, тут нам говорят про то, что нужно не злоупотреблять, и что деревья – это, конечно, мощная техника, но если у нас данные следуют какому-то линейному тренду в случае регрессии или линейно разделимы в случае классификации, то не нужно переусердствовать и обучать дерево, потому что эти задачи вполне себе решаются обычной линейной регрессии или какой-нибудь линейной классификации, там с логистической регрессией, например. Линейные модели все равно будут обучаться быстрее, чем деревьям, потому что мы увидели, что в деревьях в таком самом каноничном случае нужно перебирать всевозможное разбиение всех признаков. На практике, естественно, перебираются не все, но берется случайное подмножество порогов и перебираются только они, потому что если на каждом шаге перебирать всевозможные пороги, то модель может обучаться 200 лет. Но в таком каноничном случае дерево в теории всегда будет обучаться дольше, чем линейная модель. Линейная модель не всегда, но в большинстве случаев, потому что линейная модель градиентный способ запустили, все очень быстро сошлось, а дерево может обучаться достаточно долго. Вот. Ну и здесь, соответственно, пример на этом. Генерируется вот такая вот линейно разделимая выборка, ну и, соответственно, она бьется на тренировочную и тестовую, обучается дерево и логистическая регрессия и смотрится accuracy. Для линейной модели accuracy, ну, почти единица, и мы можем увидеть, почему. Потому что для логистической, вернее, регрессии, потому что логистическая регрессия просто строит линию, которая разделяет два класса, класс линейно разделимый, ну, с учетом какого-то шума. Видимо, есть некоторые наблюдения, типа вот этого, наверное, которая из-за шума попала не в ту область. Но это так, единичный случай, наверное. Хотя нет, есть еще вот несколько. Ну, неважно. В общем, линейно разделимые данные логистическая регрессия отработала хорошо. А вот если мы обучим решающее дерево, которое хранится в модуле escalearn3, очень легко запомнить, там хранятся decision3 classifier, decision3 regressor и некоторые другие модели, основанные на деревьях. Base decision3, extra3 regressor, extra3 classifier и все. Ну и некоторые другие полезные функции. Нам нужен decision3 classifier. Значит, decision3 classifier. Fitим, предиктим, и у нас получается accuracy 0.86. Почему? Потому что решающая поверхность для дерева строится так, что линии всегда будут перпендикулярны осям. Соответственно, для решающего дерева вот такую гладкую диагональ никак не получить. Она всегда будет приближена к каким-то количествам шажков. Но в данном случае эти шаги выглядят вот так. И дерево классифицируют хуже, чем логистическая регрессия. Так что мораль, если линейно разделимый случай либо данные следуют к линейному тренду, можно не злоупотреблять деревьями, а просто обучать линейную регрессию и все. Ну и логистическую. Ну, если данные не линейно разделимы, как в случае вот этого замечательного, наверное, нормального, стандартного шума, разделенного на 4, на 2 вернее части, на 2 класса, на 4 сектора, и в двух секторах одинаковый класс, вот, то в таком случае линейные модели будут не очень хорошими, потому что линии линией тут никак не классифицировать с большой долей правильных ответов. Вот, поэтому, но зато здесь будут пристать деревья, потому что дерево разобьет плоскость перпендикулярно осям, здесь классы как раз выделяются перпендикулярно осям, поэтому дерево здесь покажет хорошее качество с точки зрения доли правильных ответов. Ну вот мы видим, что логистическая регрессия, например, пьет точки как-то вот так с Экероси 0.39, а дерево пьет точки так, как они, ну, в целом должны биться на 4 части, соответственно, по 2 кластера, 2 части соответствуют, каждые 2 части соответствующие 2 кластерам. Да, у деревьев тоже есть агрессия, например, вот эта точка или вот этот треугольник, но в целом дерево вполне себе неплохо поймало общую структуру данных и поймало нелинейности. Соответственно, если данные имеют какие-то сложные нелинейные структуры, то хорошим вариантом будет попробовать обучить на них какие-нибудь модели, основанные на деревьях. Единичное дерево, случайный лес или градиентный бустинг. Все они основываются на деревьях и, скорее всего, вполне себе неплохо смогут сделать предсказания для вот таких нелинейных выборок. Так, 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 так. Ну, если у выборок, правда, все-таки сложно, какая-то суперсложная геометрия, то, возможно, нужно делать какие-то дополнительные преобразования либо строить еще более сложные модели и там уже уходить в нейронки, но вот в такой умеренно сложной геометрии деревья работают хорошо. Ну и все, что основано на деревьях. Ага. Деревья, значит, сильная модель, но подвержена, к сожалению, переобучению. Имеется в виду, что если дерево никак не ограничивать, ну, то есть, не вводить никакие ограничения на него, а просто заставлять его обучаться, не ограничивать глубину, не вводить никакие ограничения, то дерево полностью подстроится под обучающую выборку. В том смысле, что в каждом листе окажется ровно по одному наблюдению, ну, либо по группе наблюдений, если это позволяет выборка, принадлежащих одному классу. То есть, либо, то есть, все группы наблюдений, которые, возможно, выделить вот в геометрической структуре решающей поверхности дерева, то есть, ограничить вот этими прямоугольничками, они будут выделены идеально. Дерево их полностью запомнит. Вот. Ну, естественно, это приводит к переобучению, потому что, например, вот в этом случае, наверное, мы бы не хотели вот эти три объекта выделять в отдельные, ну, ограничивать отдельными прямоугольничками, потому что, ну, скорее, это просто выбросы, настраиваться под них не имеет смысла. То, что вот построено здесь, наверное, более имеет смысл, что вот точка, скорее, случайный выброс. Так что вот эта часть, наверное, все-таки подходит под оранжевую область. Поэтому дерево нужно ограничивать. Если его не ограничивать, оно очень быстро переобучится и будет давать не очень хорошие предсказания. Так, нам здесь предлагают убедиться в том, что дерево замечательно обучается в том плане, что оно очень хорошо запоминает обучающую выборку, но не выделяет закономерностей, предлагают генерировать два трудноразделимых множества объектов. Хорошо. Значит, это нормальный шум снова и добавляются некоторые смещения на некоторую константу. И дальше еще. Получается первые 50 наблюдений из класса 1, вторые 50 наблюдений из класса 2. Получается какая-то вот такая выборка. И дальше нам предлагают посмотреть, что будет, если ограничивать деревья и если не ограничивать деревья. Значит, обычно у деревьев ограничивают максимальную глубину. Ну, просто потому, что это проще всего. Это очень интуитивно объяснять заказчикам или специалистам по технической реализации или визуализаторам, если нужно это как-то красиво представить и интерпретировать. Ограничение на максимальную глубину всегда просто и понятно. Соответственно, глубина считается по количеству разбиений. Если у нас всего одно разбиение, то есть например х1 меньше чем 3 и вот получились две ветки, то такое дерево является деревом глубины 1. Если два разбиения, то есть еще одно разбиение провели, то разбиением глубины 2 и так далее. Соответственно, минимальная глубина, которая может быть, это глубина 1. Дерево глубины 1 называется решающим пнем decision stump. это такое очень распространенное название, которое вы можете встретить в литературе или в настек overflow, например. Решающие пни это просто деревья глубины 1. Но можно ограничивать и другие параметры, если есть время их подбирать. Например, тут пишут есть параметр min-samples-leaf минимальное число объектов в вершине дерева, необходимое для того, чтобы она стала листовой. Ну, хорошо. Вот здесь тестируют, просто подбирают глубину дерева и min-samples-leaf и смотрят, какие решающие поверхности получаются в итоге. Ну, вот в данном случае в правой нижней клетке у нас дерево полностью без ограничений и мы видим, как его трясет. Тут выделяются какие-то непонятные области, которые выделены только для того, чтобы какие-то отдельные точки ограничить. В данном случае, например, вот этот треугольничек заставляет выделять эту полосу, вот этот треугольничек заставляет выделять эту полосу, квадратик заставляет выделять эту полосу, ну и так далее. Здесь, соответственно, наоборот Если мы дерево полностью ограничиваем То есть ставим ему максимальную глубину 3 Минимальную из перебираемых И самое маленькое, возможно, из перебираемых число объектов в листе Ну вот тут тоже не самое лучшее решение задачи классификации Ну и естественно, как обычно, хороший вариант находится где-то посередине Ну то есть, например, я бы сказал, что вот это Из всех перечисленных вариантов наиболее адекватно описывает выборку То есть вот этот оранжевый класс вполне себе неплохо отделен этим уголком И синий класс более вот с этой стороны Но опять же тут в зависимости от задачи Нужно считать по метрикам и смотреть, какая именно комбинация параметров дает лучшее качество Ну в данном случае я бы сказал, что вот это Так, да, ну и нам говорят, что действительно Если вот мы возьмем и обучим дерево без всяких ограничений То у него accuracy может быть равна единица Ну вернее, даже будет равна единица Потому что объекты Одинакового класса будут группироваться в группы, если это возможно Как вот здесь, например, или вот здесь Тут выделяются такие большие квадраты, прямоугольники под них Если это невозможно, то под них будут выделяться вот такие полоски Ну то есть каждый объект все равно будет классифицироваться под свой класс Ну естественно, такая разнородная решающая поверхность Очень намекает на то, что дерево переобучилось и не выучило закономерности На следующем, кажется, семинаре мы это формализуем И скажем, что у деревьев очень большая дисперсия В каком смысле мы потом на следующем семинаре тоже про это поговорим Но вот забегая вперед Если мы немножко поменяем обучающую выборку То предсказания дерева могут очень сильно поменяться Если мы дерево никак не ограничиваем Вот это означает, что у дерева большая дисперсия И большая дисперсия это признак переобучения Ну вот тут видно Мы на следующем семинаре про это подробнее поговорим Так, ага, ну вот Это опять забегая вперед про неустойчивость и про дисперсию Тут говорится просто про то, что Если мы будем немножко менять обучающую выборку То есть брать не всю обучающую выборку А 90% подвыборки, исходные выборки Как будет меняться наша решающая поверхность Для непереобученных моделей То есть для моделей с маленькой дисперсией Решающая поверхность должна меняться не сильно Например, если у нас есть линейная регрессия Обученная на хороших данных И если мы уберем часть наблюдений Из обучающей выборки И переобучим линейную регрессию То линия почти не изменится У нее наклон Останется примерно таким же Да и сдвиг тоже Если данные хорошие Линейную регрессию обучаем под эти данные Вот, но если у нас данные какие-нибудь плохие Там, например, есть линейные зависимые наблюдения И мы уберем часть наблюдений Из выборки и переобучим линейную регрессию То наклон может поменяться сильно То есть решающая поверхность поменяется сильно Вот здесь то же самое Если мы будем чуть-чуть менять обучающую выборку Но 10% это все еще можно считать чуть-чуть То решающая поверхность будет меняться довольно сильно Что говорит о сильном переобучении И о высокой дисперсии модели Ну, собственно, кажется, по свойствам деревьев все Они переобучаются, поэтому их надо ограничивать Они нестабильны, поэтому их надо ограничивать Но с другой стороны, если они хорошо обучены То они хорошо интерпретируются В том плане, что вот это условие Вот эти условия, они очень понятны И если вам нужна какая-то, ну вот прямо Самая-самая интерпретируемая модель Чтобы показать человеку совсем не следующему С технической точки зрения То, наверное, дерево будет лучшим вариантом Ну, там, дерево или линейная регрессия Но с линейной регрессией все-таки нужно понимать Как интерпретируются коэффициенты Здесь совсем все понятно Просто идем по дереву, сравниваем условия Получаем предсказания Есть ли вопросы по этой части? Хорошо Ну и теперь практическая часть Нас тут, наверное, просят сделать Какие-то предсказания с деревьями Давайте мы и сделаем Потому что все это сведется все равно к фид-предикту Потому что еще раз деревья Ценны с точки зрения теории Нам говорят предсказывать на сети Бостон Я не помню, работали ли мы с ним или нет Но Бостон, этот сет, встроенный в эскалерн Уже ставший классическим Где предлагается предсказать Стоимость аренды квартиры По ее характеристикам Вот здесь указаны характеристики Там, например, соотношение учеников и учителей в городе Уровень налогообложения Ну и так далее Уровень преступности и так далее Целевая переменная Здесь, кажется, дневная аренда Сейчас давайте посмотрим на таргет Да, на таргет Значит Ага, таргет это доллары Это доллары Соответственно, скорее всего, это доллары в день Да, если так прикинуть Ну да, вроде как нормально Скорее всего, это доллары в день Когда мы подгружаем этот сет из эскалерна Таким образом Как это было с ирисами К нам приходит словарь В словаре есть описание По ключу DESCR Можно посмотреть на ключи Значит, тут есть у нас данные Это сами данные Целевая переменная Название переменных Признаков Ну и какие-то дополнительные характеристики Нам важно построить таблицу И передать ей feature names Которые приходят к нам по этому ключу Таблицу построили В Бостоне достаточно маленький датасет Всего 506 наблюдений Ага Значит, 506 наблюдений 13 признаков Я думал, что в Бостоне Было побольше наблюдений Странно А я просто его использую В текущем исследовании Как такой пример И мне казалось, что там побольше наблюдений Так, ладно Я это проверю Но это хорошо, что здесь вывели DataShape Потому что как раз С Бостоном пример у меня работает Не очень хорошо Поэтому может быть Это в этом проблема Ладно Значит, про Y мы проговорили Здесь предлагают посмотреть На распределение цен Хорошо Посмотрели Оно Ну, скажем так Оно, наверное, близко к нормальному Но все-таки смещено В левую сторону Даже, наверное, не к нормальному Оно скорее похоже на х квадрат Или что-то такое Но распределение целевой переменной Было бы скорее важно Для линейной регрессии Потому что там это Там важно, какое распределение На ошибку мы накидываем В деревьях это не так важно Поэтому это скорее просто для сведения Возможно, есть ли у нас Какие-нибудь выбросы Дальше бьем на train test Все как обычно И строим решающее дерево Импортируем метрику MinSquaredError Да, метрики для задачи регрессии Для задачи классификации Все те же, что были до этого То есть для регрессии Это может быть там MSE, MIE Или что-нибудь еще Для задачи классификации Accuracy, Precision, Recall, Fmera Все то же самое Потому что по сути Мы все еще решаем Задачу регрессии И реклассификации Из Accurion 3 мы импортируем Decision 3 регрессор В данном случае Выше мы говорили про классифайер Здесь регрессор То есть будем решать задачу регрессии И функцию plot 3 Которая позволит нам Рисовать деревья Надеюсь, я все правильно Где-то там выполнил Потому что тут, как кажется Получилась другая немножко картинка Ну ладно Значит, Decision 3 регрессор Создаем instance Указываем глубину В данном случае Еще везде указывается random state Мы выяснили, что в деревьях Random возникает только В том случае, когда мы Хотим перебирать не полное Множество порогов А только какие-то из них Но потому что полное Перебирать слишком долго Вот random state влияет на это Какие пороги будут выбраны Для перебора Они выбираются случайным образом Но вот так они будут выбираться Одинаково при каждом Выполнении этой клетки Это получается случайный лес, да? Нет, это все еще решающее дерево Одно Здесь случайность в том Что вот мы по теории Должны перебрать Все-все-все значения порогов Для всех-всех признаков Это слишком долго Поэтому здесь просто Выбираются случайные пороги Из полного множества всех порогов И смотрятся только они Вот, то есть Все еще участвует полная выборка Полное количество признаков В случайном лесе выбирается Случайное подмножество признаков Здесь нет Здесь полностью полная выборка Полное подмножество признаков но просто случайные пороги. Ну и строится дерево, обученное при помощи функции plot3. Вообще говоря, эта функция выглядит красиво, но на практике она очень малоприменима. Поэтому я советую ей не злоупотреблять. Если вам нужно где-то изобразить дерево, лучше его перерисовать вручную при помощи какой-нибудь другой программы. Потому что вот уже на этой картинке видно, что дерево очень быстро становится нечитаемым. Да, вы можете взять, сохранить все это дело как картинку. Она будет такой полноформатной картинкой. Ее можно куда-нибудь вставить, но человеку придется очень сильно приближать, чтобы увидеть, что здесь написано. И для печати это совсем не подходит. Вот видно, что уже на глубине 3 плохо читаемо. На глубине 4 совсем будет плохо. Поэтому plot3 рекомендуется использовать для одного, максимум двух разбиений. Иначе не читаем. В plot3 просто рисуется визуализация обученного дерева. Название признака, по которому происходит разбиение. Значение для этого признака. Количество наблюдений в данном узле. То есть вот было 379, в левый попало 311, в правый попало 68. Значение критерия. В данном случае это дисперсия. Да, в данном случае это дисперсия. Хотя может быть... Сейчас, секунду. Может быть оно делает предсказания, но хотя, скорее всего, нет. Скорее всего, это дисперсия. Сейчас давайте посмотрим быстро. Да, это дисперсия. Почему-то она здесь называется как squared error. Но имеется в виду squared error между значением y и его средним. Что такое value, я не знаю. И я уже много лет этого не знаю. И нигде не могу найти. Поэтому если вы найдете, что такое value, скажите мне, я буду рад. Но вот value, скорее всего, это тоже значение некоторого критерия. Но в данном случае нам нужно ориентироваться на squared error, потому что это как раз дисперсия, которую мы обсуждали в теории. Тут стоит обратить внимание вот на что. Заметим, что первое разбиение проходит по признаку rm, и потом разбиение по признаку rm происходит еще раз. Вот здесь, например. То есть то, что мы где-то там вначале побили по какому-то признаку, не означает, что мы не можем бить по этому признаку еще раз. То есть вот здесь бьется по признаку rm, а потом оказалось, что следующее разбиение наилучшее также должно произойти по признаку rm. Ну так бывает. Нет, в этом ничего криминального нет. То есть вполне себе такая ситуация возможна. Так, соответственно, считается ошибка предсказания для y-теста и предсказания на x-тесте. Да, тут мы начали говорить про обучение. Давайте глянем. Ага, здесь у нас нет категориальных признаков, хотя вот rat, возможно, является категориальным. Сейчас давайте посмотрим. Rat – это index of accessibility. Да, вот rat – это, скорее всего, категориальная ранговая переменная. Это индекс доступности до шоссе. Ну, соответственно, до круговых шоссе. Скорее всего, это категориальная переменная, ранговая, потому что это некоторый индекс. И вот заметим, что мы нигде здесь данные вообще никак не приобрабатывали. Мы просто их взяли и отправили в дерево, оно обучилось, и теперь мы обсуждаем какие-то предсказания. Хотя в линейной регрессии бы так не прошло. Нам бы пришлось вот эту переменную rat и прочие категориальные переменные обработать. Там провести one-hot encoding, иначе бы у нас, ну, как мы обсуждали, там бы возникли проблемы с интерпретациями, возможно, с обучением и так далее. Вот в деревьях, деревья тем хороши, что для них не нужно обрабатывать категориальные переменные, в том плане, что не нужно делать one-hot encoding. Категориальные переменные нужно только переводить в численный вид, например, при помощи лейбл-энкодера. И дальше деревья вполне себе нормально обучатся с такой обработкой, просто потому что это нелинейная модель, здесь нет никакого сложения признаков, здесь обучение происходит по условиям, поэтому если мы перевели категориальную переменную в лейбл-энкодер или в one-hot encoding, получится одинаковый результат. Ну, просто сравниться значение по переменной с его числом из лейбл-энкодера, или там с единицей или нулем, из его значения в one-hot encoding. Будет один и тот же результат в этом условии. Вот, поэтому для деревьев категориальные признаки нужно только переводить в численный вид, но не нужно one-hot encoding. Если вы это сделаете, у вас просто ничего не поменяется, останется ровно точно такое же качество. Там, наверное, даже ниже будет примерно это, но если не будет, то качество не поменяется. Но зато увеличится количество признаков, соответственно, количество порогов для перебора. Поэтому one-hot encoding для деревьев делать не рекомендуется. Точно так же, кстати, не рекомендуется делать и нормализацию признаков. Вот в линейных моделях мы говорили, что нормализовать надо, а в деревьях нормализация не требуется, потому что, опять же, мы вычитаем чего-нибудь, делим на какую-то константу и получаем значение признака. Из-за того, что мы так делаем, то все наблюдения сменятся, получается, из них вычтется константа, поделится на константу, но на условия это никак не повлияет. Все условия просто прошкалируются в том смысле, что из всех условий просто вычтется среднее, поделится на стандартное отклонение. Поэтому деревья нормализовать тоже не рекомендуют, просто потому, что это не даст ничего. Мы просто совершим лишнюю операцию. Поэтому главное для деревьев – это чтобы выборка была в числовом виде. А дальше оно само обучится и само подберет эти условия. Дальше здесь подбирается величина, максимальная глубина дерева из рейнджа с 2 по 19. Соответственно, обучается дерево на трене, предсказывается на тесте. Но мы помним, что вообще говоря, нужно подбирать на вализационной выборке и все прочее. Но здесь такая упрощенная схема. Давайте смотреть по качеству на тесте. Хорошо. Если мы посмотрим по качеству на тесте, то окажется, что наилучшая максимальная глубина дерева – это 6. То есть не слишком глубокая. Эта ошибка начинает расти. Да, она потом начинает падать, но в глубине 6 получается наименьшая ошибка. Зависимость здесь может быть какая угодно. То есть тут нет такого, что должна быть строго монотонная зависимость. и после какой-то глубины начинается возрастание ошибки. Здесь может происходить все, что угодно. Особенно на больших глубинах, потому что там у предсказаний дерева очень большая дисперсия, там может произойти все, что угодно. Поэтому, чтобы подобрать глубину, мы просто смотрим наименьшее, глобальное наименьшее значение по какой-то метрике на отложенной выборке. Так, ну вот здесь просто это делается в численном виде. Да, действительно, наименьшее значение МСЕ при глубине 6. Ну и дальше просто подбираются другие параметры. Тут в этом какого-то смысла особого нет. Мин-сампл-злив, мин-сампл-сплит и так далее. Мин-сампл-злив – это сколько объектов должно быть минимально, чтобы вершина стала листом. То есть вот если в вершину попало 6 объектов… Так, нет, вот тут аккуратно, потому что эти два понятия очень похожи, и я в них всегда путаюсь. То есть вот так. Мин-сампл-сплит – это сколько минимально нужно объектов, чтобы вершина стала листом. В том плане, что если в вершину попадет мин-сампл-сплит объектов, то есть, например, 6 или меньше, ну да, то вершина дальше делиться не будет, она станет листом. А мин-сампл-злив – это сколько, соответственно, после разбиения минимально должно быть объектов в полученных листах, чтобы разбиение произошло. То есть вот если окажется, что после очередного разбиения в каком-то из листов окажется меньше, чем 6 объектов, то это разбиение не будет проведено. То есть мин-сампл-сплит – это как бы до разбиения, то есть вот в вершину попадает 6 объектов, например, и если мин-сампл-сплит равен 6, то дальше эта вершина не делится. А мин-сампл-злив – это проводится разбиение, и если после разбиения оказывается, что в какой-то вершине меньше, чем вот это количество объектов, то разбиение не производится. Понятия запутывающие, но обычно их настраивают независимо друг от друга, но в том плане, что настраивают какое-то одно, а другое не настраивают. Для каких-то задач одно может быть удобнее, для каких-то задач другое может быть удобнее. Поэтому они оба присутствуют, но что вам больше нравится, то и можно оптимизировать. Ну, соответственно, здесь снова подбираются они в каком-то рейнже, смотрится опять значение ошибки, и просто берем то значение параметра, которое дает минимальное значение ошибки глобально. Ну и дальше вот, например, обучается дерево с глубиной 6, которое мы выяснили наилучшее с точки зрения ошибки. И дальше оно строится. Но вот это то, про что я говорил. Эта картинка, конечно, уже бесполезна. Ее невозможно прочитать, в том плане, что если ее сохранить и затем приблизить очень сильно, то вот эти значения будут читаемыми. Картинка сохранится в векторном виде, поэтому там можно будет прочитать, что написано. Но ее никуда не вставить, потому что если вы попытаетесь ее куда-то вставить, она вставится вот в таком виде, и ее будет невозможно посмотреть, прочитать. Так, с наилучшей глубиной у нас получилось MinSquared R2 1226. Ну, как и было на той выборке, на которой мы подбирали глубину, потому что подбирали мы ее на тестовой выборке. Да, вот хороший важный момент. Деревья и все модели, которые построены на деревьях, обладают огромным преимуществом перед остальными моделями в том, что они явным образом считают важности признаков. Вот мы говорили, что в линейных моделях тоже можно считать важности признаков. Например, в линейной регрессии. Если мы признаки отнормируем, то величина коэффициента перед признаком будет указывать на его относительную важность. В деревьях важность признака определяется по количеству разбиений, которое происходило по данному признаку. Ну, то есть, если признаку часто происходили разбиения, то, скорее всего, он несет какую-то большую информацию. Поэтому по нему много раз происходило разбиение. Поэтому, скорее всего, это важный признак. А если по признаку побили один раз и больше не били, ну, скорее всего, признак не несет какой-то супербольшой информации, поэтому у него будет низкая важность. И вот здесь на основании этих разбиений считаются относительные важности признаков. То есть большую важность будут иметь те признаки, по которым разбиение происходило чаще, чем по другим. То есть, например, если по признаку RM происходили разбиения здесь, здесь, здесь и вот здесь еще где-нибудь, а по признаку другому только вот здесь, то признак RM будет относительно более важным, чем тот другой признак. Обычно считают важности признаков и выводят их вот в таких табличках. Важности признаков у обученного дерева можно получить при помощи параметра Feature Importances. Вот они здесь будут даны, отсортированы по названиям признаков, ну, вернее, не отсортированы, а в соответствии с названиями признаков. То есть это для признака 1, для признака 2 и так далее. И дальше его отсортируют по важностям. Ну, мы видим, что наиболее важный признак получается признак RM. Второй по важности Lstat. Ну, кстати, в два раза меньше, чем RM. Ну, и дальше остальные поменьше. Тут вот эти первые три признака, они покрывают, ну, большую часть важности, потому что дальше уже вот 2%, 2% и дальше меньше процента. RM, Lstat и DIS – это у нас… Давайте посмотрим. Где Бостон-то у нас? Вот он. RM – значит, это количество комнат в квартире, но, наверное, неудивительно, что это самый важный признак, который определяет цену квартиры. Lstat – это процент lower status of the population. Ага, то есть, видимо, процент населения, которое находится за чертой бедности в данном районе. И DIS у нас еще был важный признак. DIS – это взвешенные расстояния до пяти рабочих центров. Ну, то есть, до центров, где сосредоточены рабочие места. Ну, логично, что вот эти три признака достаточно должны быть важны. И что дерево сказало, что они важны. Обычно это такое просто практическое наблюдение важности признаков в моделях, основанных на деревьях, там, в случайном лесе, в обычных деревьях, в градиентном бустинге, они получаются достаточно точными. Ну, то есть, вот тому, что здесь получается, скорее можно доверять. Да, в каких-то сложных выборках могут получаться странные вещи, но вот на практике обычно деревья дают адекватные важности признаков. Ну, то есть, если получается, что у какого-то признака большая важность, значит, у этого есть еще какая-то интерпретация. И обычно ее достаточно легко понять. Вот, поэтому feature importances стоит доверять. За исключением одного случая, который мы рассмотрим на следующем семинаре. Я помню, что он в следующем семинаре есть. Но это такой технический больше момент. Если выборка правильно построена, то вот этим числам можно доверять. Так, ну и дальше про то, что я говорил, что масштабирование не влияет на процесс обучения дерева. Вот здесь, соответственно, признаки масштабируются полностью все, даже категориальные, но не страшно. Главное – показать идею. Обучается дерево на масштабированные признаки, на масштабированные выборки, на немасштабированные выборки. Ну и мы видим, что качество никак не поменялось. Оно может измениться с точностью до каких-то знаков после запятой, но это все из-за вычислительных особенностей. Может какие-то особенности генератора случайных чисел, какие-то особенности при вычислениях, может поменяться только в этом случае. С точки зрения теории и с точки зрения точности до значимых знаков после запятой, точность, ну вернее критерии, метрики, рассчитанные по масштабированной и по немасштабированной выборке, будут одинаковыми. В данном случае это видно. То же самое, еще раз, если мы делаем label encoding или one-hot encoding, будет одинаковый результат, вне зависимости от того, делать или не делать. one-hot encoding для категориальной переменной. Ну и тут нужно, наверное, в заключении, про бонусы чуть позже скажу, сказать историю о том, что на самом деле, несмотря на то, что деревья, по сравнению с случайным лесом и с градиентным бустингом, более слабые модели в том плане, что они подвержены проблемам переобучения и неустойчивости, все-таки в некоторых практических задачах деревья показывают себя лучше, чем случайный лес и градиентный бустинг. Например, кажется, да, когда я учился, я проходил курс по анализу данных от SAS на факультете компьютерных наук. И там была такая замечательная задача из практики, где нужно было предсказывать, кажется, цены в магазинах. И вот оказалось, что лучшее предсказание дает единственное решающее дерево, причем в его реализации на питоне 2, а не на питоне 3. Оказывается, так получалось, что если обучить случайный лес или нейронку или градиентный бустинг или что-то еще, то вот качество было хуже, чем если обучить единичное решающее дерево, причем, по-моему, с какой-то очень большой глубиной, то есть почти не ограничивая его, и реализованное на питоне 2. То есть в какой-то, ну так скажем, с меньшей долей эффективности. Потому что когда деревья реализованы на питоне 3, там все-таки более эффективные библиотеки, вследствие перебора порогов, там средства оптимизации функций используются. На питоне 2 это все менее эффективно. Но вот оказывается, что в некоторых практических задачах даже единичное дерево может показать более хороший результат, чем случайный лес или градиентный бустинг, или более сложная модель. Почему так случается, ну скорее непонятно, чем понятно. Тут мы уже начинаем заходить в такую серую область нейронок, потому что деревья, градиентный бустинг и случайный лес – это самое близкое, что есть в классических моделях, к нейронным сетям. Вот почему многие вещи происходят в нейронных сетях, до сих пор никто не знает. Но вот в деревьях, хотя в большинстве своем они хорошо изучены, тоже есть такие серые аспекты, которые не совсем понятны. Но вот бывают такие просто практические ситуации по непонятным причинам, когда единичное дерево показывает себя лучше, чем композиция моделей, несмотря на то, что в теории ошибка должна быть побольше. Так, ну и завершая все это дело, бонус мы делать не будем, потому что он традиционно относится вам на самостоятельную реализацию. Здесь нужно просто самостоятельно взять и написать дерево. Я, соответственно, через некоторое время выложу его решение. Одно из правильного решения здесь нет, много разных, но очень рекомендую выполнить это задание, потому что оно очень хорошо позволяет понять деревья, именно пощупать их руками, как происходит оптимизация. Мы в теории обсудили этот процесс подробно. Вот здесь предлагается теперь это дело запрограммировать. Тут вводится следующий критерий информативности. Ну, мы видим, что здесь в качестве критерия ошибки используется суммарная энтропия, ну или дисперсия в зависимости от задачи в листах. И дальше можно либо минимизировать эту функцию, либо максимизировать, соответственно, критерий информативности в узле минус вот эта функция. Как мы обсудили, это будет одно и то же. Тут дальше предлагается все это дело реализовать и попытаться обучить дереву. Ну и делать какие-нибудь предсказания, порисовать графики. Вот. Особенно при подготовке к контрольной рекомендую выполнить это задание, хотя на контрольной у нас не будет заданий на программирование, но вот конкретно это задание, оно традиционно возникает в этом семинаре, и оно действительно хорошо помогает погрузиться в теорию решающих деревьев. Есть ли какие-нибудь вопросы? Почему угодно? Почему на трейне мы делаем фит-трансформ, а на тесте только трансформ? Потому что если бы мы делали на тесте фит-трансформ, то мы бы обучили новый трансформатор с характеристиками теста. И модель, мы ее обучаем на трейне, она обучается под характеристики трансформатора, которые получили на трейне. И если характеристики на трейне и на тесте слишком далеки друг от друга, то модель будет давать плохие предсказания. Ну, например, если такой простейший трансформатор, вычитание из каждого признака его среднего. Вот мы делаем на обучающей выборке фит-трансформ, то есть на фите считаем среднее по каждому признаку, на трансформе вычитаем. Если мы теперь обучили на вот этой выборке преобразованную модель, она запомнила характеристики признаков с учетом вычитания средних по тренировочной выборке. Если мы теперь вычтем не эти же средние из тестовой выборки, какие-то другие средние, например, рассчитанные по тестовой выборке, и средние на тестовой выборке будут сильно отличаться от средних на тренировочной выборке, то модель будет давать неправильные предсказания, потому что она натренирована на то, что из наблюдений вычитаются средние из обучающей выборки. Если у нас характеристики тренировочной и тестовой выборки полностью совпадают, то есть все моменты распределения одинаковы, то разницы нет. Делать fit transform на трейне-тесте, либо делать fit transform на трейне, а потом только трансформ на тесте. На практике так почти никогда не бывает, поэтому мы делаем fit transform на трейне, запоминаем характеристики с трейна, под них обучаем модель, делаем трансформ на тесте, чтобы характеристики, которые мы выучили на трейне, были реализованы и в тесте. есть еще вопросы хорошо так напомните мне пожалуйста когда у нас контрольная потому что я пропустил это дело хорошо если вам потребуется консультация напишите пожалуйста об этом в чат мы что-нибудь на выходных придумаем только напишите об этом пожалуйста сегодня завтра или послезавтра потому что я готов провести какую-нибудь консультацию если она нужна но только на выходных потому что на неделе тут у меня слишком плотно все получается на выходных я готов вот соответственно если вы какие-то вопросы пишите что нужна консультация и проведем то если вопросов больше нет спасибо всем удачи до свидания все добро удачи 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 Продолжение следует...